Россия чтит свои победы. На них формируется национальная идентичность. Запад её боится. Но главный страх – российская модель становится слишком привлекательной для других обществ. Оказалось, что мы не отклоняемся от мировых трендов, а опережаем их. При этом, это фраза, которую говорят не у нас. Это то, что звучит в западной прессе, то, о чём говорят западные аналитики. Они говорят, ну нам казалось, что Путин – это такая случайность, и что на самом деле скоро это всё закончится. А выясняется, что Трамп, появившийся ряд европейских лидеров, подчёркивает существующую тенденцию. Россия, оказывается, первой почувствовала и сформулировала эту тенденцию. Я, честно говоря, не разделяю этого пафоса насчёт того, что мы настоящая Европа, мы настоящие европейские ценности, мы их теперь защищаем. Знаете, в этом есть отголосок вот этой болезненной западофилии. Мы всё время просимся на Запад, они нас постоянно отталкивают. Мы всё время просимся, они отталкивают. Теперь отлично, у нас есть решение этого вопроса. Мы настоящий Запад, потому что Запад перестал быть Западом. Наконец-то. Всё-таки мы Запад. Мне кажется, что это такая, ну, всё-таки это опять попытка всё равно приспособить нас, совершенно цивилизационно особых, не значит изолированных, но особых, к тому, что всё-таки Запад эту модель создал. Получается так, есть некая западная модель, и вот мы теперь-то, вот теперь мы ей соответствуем, когда нынешний Запад ей больше не соответствует. Это всё оттуда же, от внутреннего комплекса какого-то, ну, зависимости, вот от желания всё-таки быть такими, как они, и так далее, и так далее. Ну, это моё личное мнение. В чём проблема, мне кажется, Запада, и наша, между прочим? Мы всё, что из Запада приходило, может быть, в силу своей душевной широты воспринимали всегда за чистую монету. Это серьёзная проблема. Мы и либерализм, и все остальные измы воспринимали как действительно все человеческие, универсальные политические идеологии. Они такими никогда не были. Вот здесь я как раз наоборот готов согласиться. На самом деле Запад все эти вещи писал для себя. Для себя. Вы спрашивали, Владимир Александрович, в чём же отличие Запада? Я вам скажу, в чём. И вы употребили слово «расизм», да? Это геополитический расизм. Вот что такое Запад. В данном случае он выражается в уверенности Запада в своей избранности. Запад всегда был уверен в своей избранности. Он всегда был уверен в том, что он и есть цивилизация первого сорта. А все, кто пытается быть альтернативой, чуть-чуть не таким, совсем не таким или сопротивляется, они в любом случае второго, третьего, пятого сорта. Поэтому их можно бомбить. Поэтому их можно продавать в рабство. Поэтому с ними можно делать всё, что угодно. Мы же в России, и вот в этом как раз, мне кажется, глубина нашей души, мы всегда воспринимали эти вещи как универсальные идеи. Универсальные. Которые распространяются на всё человечество, независимо от того, наверху вы, так сказать, этого мира. Или сейчас вот вы внизу находитесь, или где-то посередине. В этом и наша сила, и наша слабость. Поэтому, когда мы начинаем принимать, опять же, вот вы же сами говорили много раз, надо собственный язык выработать. А мы опять обсуждаем, например, скажем, то, что нам трактует, то, как нам трактует эту ситуацию западная пресса. Она трактует её так, как ей выгодно. В том числе в силу своего недоумия. Вот это наша вера в то, что западный человек мудр, в то, что он всё понимает, она и здесь выражается. А вы не допускали простой вещи, что Запад, рассуждая там о путинизме, либерализме, они там просто эти люди чего-то недопонимают, серьёзно. А недопонимают именно потому, что считают себя людьми первого сорта. А когда человек считает себя первого сорта, а всех остальных второго, третьего, пятого, десятого, у него часть восприятия этого мира отключается. Он вот в этом эго своём замкнут, в павлиниям. И Запад как был в нём замкнут, так и сейчас замкнут. Поэтому Путин их так поразил. Почему? Потому что они, в принципе, привыкли к тому, что все, кто им сопротивляется, они рано или поздно должны быть побеждены. И вот Россия вроде была побеждена. И вдруг Путин показывает, что нет, альтернативный путь развития, пусть и с элементами того, что Запад считает собственной культурой, возможен. Действительно. В этом, на мой взгляд, серьёзная проблема их недопонимания того, что есть Россия. Всё, как было век назад, два, три, они не понимают Россию. Они её не чувствуют. Поэтому пытаются запихнуть её в эти измы. Путинизмы. Вот у вас был такой изм, а теперь, наверное, у вас путинизм. Ну, наверное. У нас не путинизм, у нас Россия. Это наша цивилизация. Она такая, понимаете? Она такая. Её очередная попытка стать ирзатцем Запада, её очередная попытка быть каким-то кривым отражением Запада провалилась благодаря тому же самому Западу. Потому что в силу своего геополитического расизма он не смог это воспринять как универсальное. У Запада не хватает широты души, чтобы на самом деле действительно отнестись ко всему миру как к равным себе. И в этом глубинное отличие русской, российской, какой хотите цивилизации, она готова относиться ко всему миру как к равным к себе, но другим. Запад не готов к этому. И на самом деле отсюда вот эта болезненная упертость в разные всякие извращения и прочее, прочее. Они сами себе хотят доказать, что они готовы мириться с другими. Они не готовы к этому. Они готовы мириться с другими только тогда, когда другие становятся теми, кто играет по их правилам. Тогда они к этому готовы. А вся их вот эта толерантность и многоцветие, вся эта радуга, эта фальшивка. Это их собственный комплекс неполноценности. Они сами себя не понимают. Они себе вот этими примерами пытаются доказать, что они ко всем толерантны. А в реальности они никому не толерантны вообще. Они считают себя попом земли. Вот и все. А вот эти все штуки, которые внутри их происходят, это их комплекс, глубинный комплекс неполноценности. Но они не привыкли считать себя вторыми, тем более уж третьими. Поэтому ко всему остальному по-прежнему относятся плоско. Очень плоско, штампованно. У вас путинизм теперь. Бост Путин, он долго сидит на кресле президента, а это упает. Вот это путинизм. На самом деле проблема Запада в первую очередь в том, что он на заявленную высоту своей философии не тянет. И глубины в нем нету. Нету. Это все та же Вавилонская башня. Попытка инструментально достичь высоты выше Бога. Это все то же самое, я вас не перебивал. А Россия, я объяснил все про Россию. Попытка, я сейчас договорю, попытка вот точно так же материально, построив вот такую юлду, доказать, что они равны Богу. Вот в этом и есть весь Запад, понимаете? Мы материально докажем, что мы равны Богу. Мы пытаемся воспринимать это по-другому. Они в это, сами для этого не будучи годными, пытаются нас запихнуть в прокурсово-розу ложе своих хаизмов. Ведь это их политический язык. Вся эта политология хаизмов левых, правых центров, это они придумали. Им вот эта штампованная идеология проще. Но на самом деле эта идеология, ну и методология, она не отражает всей глубины жизни. Не говоря уже о том, что в последнее время действительно сам Запад сам себя и предал во многом. Пытаясь вот это вот что-то, что-то изображенное новое, всем остальным навязать. Теперь пару слов про путинизм, и я заканчиваю. По поводу того, что они называют путинизмом, дурацкое совершенно название, я считаю, предлагаю вообще его не принимать, потому что действительно здесь есть две вещи. Первое. Путин, меняясь в ходе своего нахождения на должности главы государства, меняясь как человек, мне кажется, действительно, действительно, стал уж вольно или невольно, я не знаю, но стал постепенно выразителем вот этого глубинного цивилизационного начала. Оно через него начинает действовать. Иногда, может быть, даже вопреки ему, может быть, даже на каких-то этапах жизни, вот здесь господин Зловин говорил, вот раньше я думал, что он практик, он, может, и был практиком, и хотел бы практиком оставаться. Но само нахождение в этой должности и задача сохранения суверенитета заставило его почувствовать эти вещи. Через него вот этот цивилизационный начал начинает действовать. Это первое. Второе. Тут я с господином Таряковым согласен. Здесь есть, ну, скажем так, сложившийся свод практик, практик за эти 30 лет, практик выживания в ситуации глубинного вот этого мощнейшего давления и гибридического расизма Запада. Вот эти две вещи в дальнейшем, вот сейчас, требуют теоретического осмысления и действительно идеологизации, но не в смысле догматизации, скажем там, Советского Союза, позднего или что-то в этом роде, или каких-то других измов. Вот от измов надо уйти. Вот наша творческая задача, цивилизационная, уйти от измов. Это требует теоретического осмысления. Приходит оттекла, а кризмы нет, уж не от измы. Я думаю, что мы как раз, я заканчиваю, как раз вот мы, благодаря этим практикам и внутреннему, внутреннему, первое, практикам выживания, второе, внутреннему этому началу цивилизационному, которое себя проявляет через людей, в том числе через Путина, и третье, без, мне кажется, ну, очередного расширования в Западе и его неспособности быть таким, каким он хочет быть. Хотя ему хочет казаться, мы сейчас подошли к необходимости теоретического осмысления этих вещей. И теоретическое их осмысление, и описание, оно впереди. Спасибо. 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 Спасибо.